Ну а прямо сейчас мы находимся в гостях у ребят из группы Смэш, у Влада и Серёжи. Привет, ребята! Привет! Привет всем! Мы сегодня не одни, на самом деле. У нас сегодня... У нас третий член коллектива сегодня, но он сегодня будет просто для показа. Это Бизя, прошу знакомиться, моя собака. Просто если вы услышите дикий лай, это моя собака. Мы её больше не показываем, мы её спускаем, просто она сегодня вместе с нами. Так, ну а делать, собственно, мы сегодня будем кроссовки. Мы, как самые модные и самые такие талантливые хендмейкеры, я не побоюсь этого слова, мы сегодня будем уже во второй раз участвовать в этой передаче и покажем, как мы умеем убивать вещи, делая из самых простых вещей офигительные модные вещи. Так, а с чего вы начнёте и что вам для этого понадобится? И сейчас об этом скажет Владислав Михайлович. Так, ну я, поскольку мне, наверное, большая честь делать левый кроссовок, я сейчас буду его рушнуровывать, и для начала, я думаю, постараюсь его покрасить. Идея такова, что мы из белых кроссовок будем делать, скорее всего, я думаю, золотистые кроссовки. Такие будут золотистые кроссовки. Вот эта полоса серой, мы её оставим серой, это будет у нас дорога. Вообще будет тема такая дорожная вся, фри-уэй и всё типа того. Вот эта серая часть, я ещё раз говорю, это будет шоссе, мы и не будем это трогать. А всё остальное мы покрасим в золотистый цвет. Собственно, этим мы и займёмся. Специальная краска для ткани, для кожи, акриловая. Вот, она, в принципе, две такие вот. Краски назначены для художественных, дизайнерских, интерьерных и пр-декоративных работ. У нас очень много, на самом деле, различных видов. С помощью этих нехитрых следствий мы будем сегодня делать замечательные красотки. Что делаем? Я хочу таким по какому-нибудь... Пакет! Вуаля! Это рояль в кустах. Все заготовлено, друзья мои. На самом деле, мы с ним будем делать мужские красотки. Не такие какие-то такие... Мы постараемся мужские модные красотки сделать, но можно и женские делать абсолютно. Это, наверное, зависит от цвета. Мы, конечно, могли делать розовый, но тогда нам это уже не носить, а от тебя, от самого. Широкой кистью равномерно закрашиваем белую поверхность кроссовок. Я как профессионал могу сказать, чем тоньше слой краски, тем он быстрее высыпает. Если у вас просто за 20 минут надо сделать кроссовки срочно... Здесь очень тонкий слой должен быть. 20 минут и покорить всех. Да, своими кроссовками. На самом деле, я могу говорить, что чем вы извращенней, извращенней приподходите к своему гардеробу и к своему виду, то я думаю, что это лучше. Чем ярче выглядите, тем лучше к вам относятся остальные люди. Поскольку вы не первый раз в моей программе, скажите, вот ты, Серега, что ты сделал со своими шортами? О, это вообще история. Крась, крась. Я не могу о шортах говорить, просто отвлекаясь. Лично я ношу свои джинсы, и по сей день они належат в шкафу и ношу их в кайфу. А я хочу сказать насчет своих шорт, которые, если вы помните, я сделал. Мне все спрашивают, где ты их купил? Такие обалденные шорты. Я такие купил, я их сделал своими руками. Хотя я никому-то не даю, что я сделал своими руками. Потому что, не поверили бы, все равно, потому что действительно обалденные шорты. И я в них проходил целое лето практически, не снимая. Я очень много вещей потом после программы хендмей сделал сам. После того, как вы нанесли краску, ей необходимо просохнуть. Затем можно будет переходить к следующему этапу. Это только фон, это только маленькая часть. Кроссовки можно было, в принципе, и так оставить. Они прикольные, уже золотистые, но это было бы не хендмейд, если мы не стали возвращаться дальше. Вот из этой серой полоски дорогу, собственно, фри-вей, да? Валя, покажи, какую ты дорогу сделал. Слушай, я сомневался в его... В его... В его... Я думаю, что ты не сможешь это сделать, что ты ей все испортил. Потом, я думаю, что мы нарисуем травку, газон. Получается, если ботинок стоит, да, получается такое ощущение, что трава просто на ботинках. Теперь я сделаю левый кроссовок, и Лайк займется пока дорогой. То, что вы нарисуете на кроссовках, зависит только от вас. Экспериментируйте! Ну, а для чего нам клей и вот эти стразы? Будем их... вот эти стразы... Сейчас мы покажем стразы. Вот эти стразы. Их впихивать вот сюда, вот в эти дырочки. Мы занимаемся тем, что мы впихиваем стразы в эти дырки. На самом деле, нелегкое занятие. Хорошая идея, правда? Ну так... Что это придумает? На самом деле, все хорошие идеи рождаются во время дела. Так что не бойтесь. Да. 10 страз на каждом ботинке. И оставшиеся дырочки, которые остались, тут всего лишь три, на самом деле. Мы их сейчас добьем вот этой оранжевой краской. Все. Так, Топс, у тебя на кроссовке делаешь? Берешь, как будто кусок говна, да. Дальше, я думаю, что мы будем рисовать разные знаки. Я сейчас буду вот здесь, на пятках, рисовать знак Стоп. Владик, какой знак Стоп? Стоп. Ну, что? Какой знак Стоп ты у нас любишь? Стоп, а вот... Кирпич. Я закончил красным рисовать это и сделал знак. Черный, вот буквально ушной палочкой. Я сделал ножку на знаке. А сейчас, я думаю, что мы, наверное, нарисуем озеро. Ой, Владечка, какой уж ты молодец. Я же, конечно, у меня все кроссовки спортят. Палочка ушной, ушная палочка, я же сказал. Сейчас зрители вонку снега. Посмотри, как у меня ровненькая, как у меня пахстная. Ты еще бы и вот это бы взял, бы не встала на ножку бы. Блин. Мы сделали контур для знака. Конечно, у меня гораздо лучший знак, чем у него. Ну, ладно. Я шучу. Прежде чем вы соберетесь расписывать кроссовки, убедитесь в том, что ваша краска водостойкая и подходит для рисования по коже. Это очень важно. Особенно в дождливую погоду. Вот это был финал нашего творчества на кроссовках. На самом деле, получилось просто, по-моему, замечательно. У нас остались шнурки. Мы будем шнурки делать из вот таких странных цветов. На ней, мне кажется, очень подходит ладик, не режет. Что-то нежно. Ну, пусть будет. Мы будем из таких разных цветов делать. Это, значит, такая ткань, которая очень сильно хорошо тянет. Называется она бифлекс. Определенного цвета мы решили не делать. Мы сделаем комбинированный цвет. Из двух тряпочек мы сделаем один шнурок. И зашнуровываем наши кроссовки. С вами была группа Smash. Мы продолжаем наши концерты по «Золотому кольцу». И приходите, мы вас ждем. С вами была группа Smash. «Handmade Forever». Пока. Субтитры сделал DimaTorzok